Привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу, как избавиться от спама в ваших календарях. В особенности это касается Google календаря. Если честно, я не понимаю, как вообще такое возможно, но происходит какое-то безумие. Вот так, например, сейчас выглядит мой календарь. Тут на каждый день в течение года создано мероприятие, в котором указан какой-то бред о выигрыше и еще присутствует вредоносная ссылка. Я хочу заметить, что еще вчера в моем календаре были только события, которые я сам туда добавил. Нет, ну я просто в шоке. На дворе 2020 год, а человечество до сих пор страдает от банального спама. И самое интересное, что все это распространяется через сервисы Google. Вообще проблема эта не новая и длится уже довольно долго. На разных сайтах в интернете сообщается, что предыдущая массовая рассылка спама через Google календарь была в 2016 году. Но лично мне удалось найти статьи 2012 года, где упоминается эта проблема. Дальше я уже не искал, мне было просто лень. Хотя все же интерес победил. Я нашел на форуме Google жалобы на эту проблему еще в 2010 году. Вы просто вдумайтесь, прошло 10 лет, а Google до сих пор ничего не может сделать. В 2020 году людям в календари продолжает приходить спам. То есть любой мошенник может забить календарь своими вредоносными ссылками на сайт по выманиванию денег, а корпорацию добра это вообще не волнует. Я вот думаю, а может ну его с этим всем бороться? Возможно стоит начать пользоваться этими уязвимостями. Пойду, например, куплю базу имейл адресов и начну продвигать свой блог через Google календарь. Вот весело-то будет. Ну а если серьезно, то все это не смешно. Я вообще-то собирался записать этот ролик еще полгода назад, когда началась новая вспышка спамерских атак. Но не сделал этого только по одной причине. Тогда в СМИ поднялась очень большая шумиха, и Google вроде как отреагировали и сказали, что скоро решат эту проблему. Естественно, я им поверил и решил не записывать видео. А какой смысл его записывать, если скоро все решится и его никто не посмотрит? Но когда мне уже в новом году пришлось в очередной раз столкнуться с этой проблемой, я решил, что все-таки пришло время рассказать, как бороться с этим всем. Возможно пройдет еще 10 лет, мы основим колонию на Марсе, а нам по-прежнему в календаре будет приходить спам. Кто его знает? Друзья, перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что это видео создано при поддержке хостинг-провайдера uahosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду ANDREANA в 30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов с выделенными накопителями. Поэтому, если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы продолжаем. Итак, мероприятия в календаре, которые вы не создавали, появляются только по одной причине. В Google Почте, как и в остальных сервисах, есть замечательная функция автоматического добавления событий из входящих писем. То есть, когда вы бронируете отель или покупаете билеты на самолет, почта это понимает и автоматически добавляет в календарь мероприятие. Сделано это с благой целью, чтобы вы не пропустили важное событие. Но, к сожалению, этой возможностью научились пользоваться мошенники. Они присылают письмо, которое в почте будет расценено как событие и после попадет в календарь. Причем самое смешное, что вам это письмо даже может не поступить, а сразу отправиться в спам. Но по какой-то причине это не распространяется на календарь и спам туда попадает. Для того, чтобы это не происходило, нужно открыть Google календарь на смартфоне и перейти в раздел мероприятия из Gmail. И переключить в неактивное состояние тумблер. Также заходим в раздел общий и тут выключаем показ отклоненных мероприятий. Эта настройка позволит скрыть те события, которые вы не добавляли. Кстати, если вы пользуетесь другим календарем, то там тоже должны быть подобные настройки. Итак, после выключения всего этого, теперь в календаре будет отображаться только те события, которые вы сами добавили. Но это еще не все. Если вы хотите закрыть этот вопрос раз и навсегда и чтобы даже в отклоненных мероприятиях не появлялся спам, то вам нужно открыть веб-версию Google календаря и тут в настройках в разделе мероприятия в пункте автоматически добавлять приглашение вместо да выбрать нет, показывать только приглашение. После этого любые приглашения нужно будет на почте подтверждать вручную и спам в календарь попадать не будет. Тут же можно снять галочку с пункта показывать отклоненные мероприятия. Ну и самое главное, если у вас уже забит весь календарь этим шлаком, то достаточно просто при удалении любого письма выбрать все мероприятия и тогда все очистится автоматически. Также можно прямо в календаре пожаловаться на спам и письма тоже удаляться. Сейчас я показываю, как это все выглядит в Apple календаре, но в Google все делается так же. По этой же инструкции можно в любом другом сервисе сделать подобные настройки. В Microsoft Outlook это выглядит вот так. Если же вы пользуетесь почтой Google на iPhone, но вам не нужен их календарь, то можно перейти в настройки конфиденциальности и отключить доступ к системному календарю. Еще можно перейти в учетные записи, найти там Gmail и отключить все кроме почты. Ну а если каким-то образом спам попадает в ваш Apple календарь, то достаточно его найти в настройках и отключить функцию предложения мест. Но у меня, если честно, такой проблемы ни разу не было. В общем-то вот и все, что нужно было сделать для того, чтобы проблемы с левыми записями в календаре вас навсегда перестали беспокоить. Если вы раньше с этим не сталкивались, то я все равно рекомендую произвести такие настройки, так сказать, на будущее. Также я настоятельно рекомендую сделать это в аккаунтах бабушек и дедушек. Им точно ни к чему лишний раз переживать. Ну и в завершении для восстановления справедливости хочу сказать, что Google все же как-то борется с этой проблемой. У меня лично спам из календаря пропал в течение суток. С другой стороны, может они ни при чем и сработал какой-то автоматический фильтр, когда достаточное количество людей пожаловались на спам в своих аккаунтах. В любом случае, хоть какой-то механизм защиты присутствует. Это, конечно, не отменяет того факта, что Google на протяжении 10 лет не может найти полного решения этой проблемы. Это меня очень настораживает и складывается впечатление, что им вообще не интересно. Еще меня очень беспокоит тот факт, что когда рассылается спам у других людей в календарях, отображается мой адрес электронной почты и наоборот. Это уже вообще за гранью. И самое интересное, что побороть это никак невозможно. Я, наверное, даже знаю, почему Google плевать на эту проблему. Просто в почте они зарабатывают с рекламы, и поэтому проблемы там решают оперативно. А, видимо, с Google календаря прибыли нет. Вот он и не развивается. А на этом все. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы со спамом в своем Google календаре. И делитесь этим роликом с друзьями. С вами был Константин Андреянов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok